Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Мы всем нашим семейством большим выехали сейчас в Мираторг, супермаркет. Ну, хотели бы взять, может быть, что-то... Я не знаю. Я не знаю, мы здесь давно не были, но может быть, какой-то заморозки, здесь овощи есть замороженные. Короче, не представляю, что мы возьмем. Ты не придумала еще, что мы возьмем? Не знаю, я хочу морепродукты, которые смесь. А, все. Ну, в общем, смесь морепродуктов здесь вкусная, так что он очень большой, очень современный. Вот так вот, да? Очень большой-большой-большой супермаркет. Народу много. Сейчас масочки возьмем. Кстати, здесь есть какая-то еще бургерная, можно покушать. Комбо стейк с бургером 495 рублей. Так, ну, пойдемте. Тоже елочка, Новый год. Какие-то здесь даже товары такие интересные, красивые сразу. Что тут у нас еще? Лимончики. Я не знаю, я предлагаю взять лимон. Вон, здесь 169,90 аж стоит. Вот еще возьмем огурцов. Огурцы короткоплодные, они вкусные, по 199,90. Кстати, они только здесь. О, соус-карбонарок, пастик. Сколько сколько ты не глянула? От 100 до 180. Возьмем? Не можем взять, конечно. Я возьму лимончик? Сливочный? Да. Там есть еще баланьезы, там есть борщи. Крем-суп, тыква, короче, все вообще разное. Все, я тогда огурчика возьму. Сколько штук взять? Штук 6? Да, по большей причине мы их сюда съедаем. Хорошо. Так, мне вручили тележку. Говорят, не хотите повозить, ладно. Возим. А где ирусик? Вот ирусик. Кинза-мараули. О, кинза-мараули. Почем здесь она, кстати? 830... А, нет, 977 рублей. Ага. Так. Ну, вот здесь, видите, такой он, этот магазин, он вроде бы и все обычные товары, но и в то же время есть что-то такое, чего нет нигде. Ну, смотрите, вот это по-любому нормальные картошки. Да. Можно, конечно, и о любье сделать. Не, ну, можно. Я хочу морепродукты, можно сделать оливье, а можно вообще куриное оливье сделать. Да? Можно сделать обычное оливье и морепродукты еще. Ну, да, оливье, конечно, у нас заходит. А что нужно для оливье? У нас... Картошка, морковка. Картошка, морковка. Яйца у нас есть, кстати, можем сами отводить. Они все одинаковые. Да. Яйца, а у нас сочные есть. Да, я купила десяток. Что еще нам? Горошек есть у нас. Огурцы соленые. Майонезы. А, майонезы можно взять? Что по майонезу? Правда, ансальс? Там хватит столько. Да? Мы же не будем много готовить. Ой, я что-то такой творожок хочу. Руси, ты будешь такой творожок? Я возьму на вас с папой. Вот такая вот докторская Мираторг, 198 рублей. Наверное, здесь 500 грамм, я думаю. А вот даже паштетики какие-нибудь. С черносливом и арахисом. Есть просто из печени деревенские. Ну, по 89 рублей, они со скидкой. Можно взять? Они нормальные, как думаете? Конечно. О, хорошие. Холодец домашний тоже, пожалуйста. А, ну тут вообще сустав хороший. Да. Вообще ничего нету такого. Можно взять. Вот паштетики какие-то интересные. Это, наверное, готовят, наверное, как-то надо. Не знаю. Они как-то выглядят, как фарш. Ну да. Это мне захотелось, как всегда, шоколадки. Посмотрим, что здесь с шоколадом. Ну, я не знаю. Я думаю, может быть, вот такую Милка тогда уже взять. С ореховой какой-то штучкой на Милку. Да? Возьми. Медовое? Да, я папа. Давай. Медовое пиво. Медовое пиво. Просто мы что-то подобное в Румынии пили. Я у папы пробовала. Мне оно так понравилось. Ну, возьми три штучки. Можешь всем взять? Ну, возьми всем. А вот это что? Медовое пиво. Все будут медовое пиво? Медовое пиво. Да. Не три. Ну да, оно по сто. А нет, оно почем по сто одному рублю? Какое-то модное. Ну, кстати, вот бульон куриный замороженный килограмм сто восемьдесят два рубля. Ну, конечно, ты можешь и сам его приготовить. А вот есть бульон куриный 500 грамм девяносто восемь рублей. Кстати, пользуются спросом, потому что, смотрите, все разобрали. Это что такое? Это шведские фрикадельки. Они двести рублей стоят. Мини-фрикадельки. Для мини-фрикадельки это типа для бульона, наверное. Мини-фрикадельки из курицы. Ну, кстати, можешь купить. Ируся, можешь купить мини-фрикадельки из курицы для бульона и сварить суп? Мини-фрикадельки. Ну, как бы этот магазин, он хороший, да, но он типа не дешевый. Здесь, в общем, цены такие, ну, такие. То есть выше, выше, чем везде. Выше, чем везде, типа того, что. Ну, хотя народу много, видите, что-то выбирают, смотрят. Ну, мы не будем говядином брать такое. Здесь есть Ахмат Асам. 134 рубля, но вроде-то чай очень должен быть вкусный. Ну, и понятное дело, что это Мираторг. Здесь очень-очень много их готовой продукции, очень много мяса. Не знаю, там нежные беточки, если сцепляться, 32 рубля. Готовый там бужени на свиной округ. То есть это целая там, вот это все-все свинина, да, и пошла здесь говядина. Говядины, конечно, здесь очень много. Есть какая-то уже даже со скидкой, но цены вы видите. Так что, ну, я вот посмотрю, люди приезжают. Конечно, мяско здесь берут, выбирают много. Вот такой темы. Один раз купил, и пока мне покупаешь эти томатные баски. Ну, все, в общем, вот так выглядит этот магазинчик. Мираторг супермаркет. Я не скажу, что это прям магазин для ежедневных закупок, потому что я еще раз повторюсь, что цены здесь дороговаты. Ну, а если хотите мясо Мираторг взять, то я смотрю, что люди сюда приезжают, и он не пустует, этот магаз. Даже несмотря на цены. Какая-то сейчас это все тает, и как типа небольшой дождик даже на улице идет. Друзья, ну все, мы уже приехали домой. Вот как сейчас рано темнеет, уже прям ночь-ночь. Хотели сейчас, Виталий, куда-то пройтись погуляться, но там сегодня так как-то дождь непонятная, что-то началась какая-то такая, слякать. Не хочется, в общем. Ребят, ну что, мы готовим оливье. Ируся делает булгур. Кстати, вот булгур сейчас будет у нас с морепродуктами. Вот обратите внимание, что булгур сначала, вы спрашивали, как готовить булгур правильно. Он обжаривается маслом, да, Ирусь? А потом он только заливается водой. Когда вы его обжарили, так вот, как ты понимаешь, что он у тебя уже обжарен? Ну, тут даже он немножко пережарился, просто до золотистого. А, все. Просто обжарили слегка вообще. Понятно. А то я просто на большой начала, она сразу начала гореть. Мы готовы, покажем вам. Мы хотим его с морским коктейлем. Мы, кстати, в Мироторге уже второй раз берем этот морской коктейль. Он отличный. Да, он отличный, ребята. Ну и мексиканская смесь. Да, и смесь тоже добавляем. Ну и оливьешечку быстро, ведь мутим, мутим. Мишу, кушать будем сегодня, да? Очень хочется уже кушать. А то вообще уже не ели целых три недели. Вообще, да, ничего не готовите, да? Да. Ладно, я пошел. У меня куча дел. Работать не будешь. У меня куча дел. На холсту гречек обычно. Мы хотели сделать маленькую миску оливье. Но получилось, как обычно, на великанах. Крепуща. Великана, да. Передай привет. Нашим подписчикам. Все, не знаю, морковку куда делать, Ирюс? Вау. Что, морковки целая куча? Да приготовим что-нибудь. Да? У нас все. У нас суп будет еще. А, вкусно. Можно в него добавить. Сейчас будем накатывать. Точно. И паштет Мираторг из печени. Куриный. Интересно, как он. Могу состав сказать даже. Состав вроде хорош. Печень, масло. Морковь, лук, шпик с виной. Вода. Бульон куриный. Соль. Регулятор кислотности. Лимонная кислота. Нормально. Молоко сухое, обезжиренное. Перец черный молотый. Обычно в паште составы такие себе. Ну да, всякие гадости добавляют. И тут вообще все. Все. Можно накладывать. Друзья, доброе утро. Новый день. И у нас на календаре сегодня 13 января. На улице плюс 5. Но плюс 5 это не такое теплое плюс 5 влезти солнышком. Нет. На улице плюс 5 ветрено. Очень сильно ветрено. Весь снег практически растаял за ночь. Шел какой-то дождь. Была какая-то морось. И я даже не знаю. Очень пасмурно. На улице очень пасмурно. Я вам даже вот передать не могу. Сейчас не такое же утро. Сейчас пол 11 дня. И что-то такое прям. Просыпаться вообще не хотелось. Вставать с кроватки не хотелось. Хорошо, что сегодня работа начинается у меня с 11. Я очень рада, что мне надо рано было вставать. Так, ну вот я рискнула выйти на улицу. Ну вот остатки снега. Их совсем мало, конечно же. Да, действительно. Вот как небольшой дождик здесь. Я не знаю даже. Это, наверное, не дождик. Просто такой туман оседает. И сильный ветер. Прямо вам видно, да? Вот такая вот мрачность. Мрачность сегодняшней погоды. У меня с утра, как всегда, утром бодрящая кружечка кофе. Вернее, это капучино. И запеканка. Запеканка мы не сами делали. Это Ируся вчера купила, мне кажется, на вкус вилл. Где-то была там. И посоветовали ей такую взять вкусную творожную запеканку. Но сейчас попробую, потому что мы ни разу ее такую не брали. В общем-то, сейчас попробуем. Думали, что это будет как чизкейк, но она полностью-полностью из творога. Жалко, что скоро елку нужно будет убирать. Но уже после 14-го мы всегда убираем елку. Обычно после Старого Нового Года. Еще нужно будет наших всех домашних предприятий, чтобы все согласились убрать. Потому что Виталий будет кричать. Да, Марта! Да, Марта! Так, ладно, пробуем запеканочку. Интересно, какая она на вкус. Это вкус вилл. Вкус вилл – это магазин продуктов в ТЦ Европа. Знаете, что-то смесь такого чизкейка вместе с творожной запеканкой. Ну, в общем, неплохо. В общем, неплохо. Не знаю, сколько стоит она, какая по цене. Но, в общем, неплохо. Я такая подумала, что давно-ка я не делала творожную запеканку сама с вишней. И, наверное, сегодня-завтра надо будет сделать ее обязательно. Думаю, завтра сделать нужно будет творога. От работы сегодня он будет купить творога, ингредиентов, сделать творожную запеканочку. Друзья, всем привет, кого не видел. Лерочке тоже привет. Вышел я, в общем, по делам семейным. Надо распечатать там несколько документов цветных. И решил пешочком пройтись. Погода сегодня, смотрите, как-то тепло, вообще огонь. Ну, и, в общем, бегаю тут по улочкам. Ищу где находится эта полиграфия. И, в общем, у меня растерянный взгляд. И, наверное, ну, не знаю, наверное, человек пять подошли и спросили. Молодой человек вам подсказать, какая вам улица нужна. Ну, молодой человек это я, конечно, преувеличиваю, но тем не менее. Ну, в общем, это я к чему. Это я о людях в Калининграде. Ну, не заблудитесь, в общем, точно. Друзья, а сейчас минутка кулинарии. Лера варит суп. Ладно, я уже оделся. Пойду попробую подстричься. Прикольно. До чего дошел прогресс? Ну, я нашел тут барбершоп. Это дом художника, вроде бы. Ну, в общем, прямо возле центрального парка. Где-то там. Сейчас попробую без записи. Я сегодня решил прям все, подстригусь. Не могу уж. Ну, как вам, напишите в комментариях. А то я уже отвык быть с прическом. Я там не стал снимать, ну, чтобы ребят там не смущать, знаете, как. Но там очень атмосферно. Предлагают выпить. Ну, чай и кофе, и что покрепче. Прям там внутри очень обалденно. Я вам сейчас там в гугле найду картиночки и вставлю. Ну, так рекомендую. Прям, ребята, знаете, такое ощущение, что они... Как сказать? Что они хотят идти на работу. Вот знаете, это очень важно, когда ты приходишь, и человек занимается своим делом. Буся, она человечка сперла. Это не человечка, это... Щелкунчик? Не щелкунчик. Буся, ты что? Буся, ты что? Друзья, всем привет. Вернее, доброе утро. Все, что осталось от моей прически. Выглядим очень хорошо. Желудыруся вот готовит завтрак. Саша, видите. Пожарила яичко. Это Саша. Это Саша. А где наш? Это наши. Молодец. Я знаю. У нас на улице вообще творится там ураганище. Прям всю ночь там деревья падали. Сейчас пошел дождь и ветер прям сумасшедший. Он прям как-то порывами. Друзья, всем привет. У нас новый день. И у нас, кстати, сегодня штормовое предупреждение. Вам сказал, Виталий, с ручкой? Ну, так, штормовое. Легкий ветер за дождем. Нет, там фотографии уже в ВК везде. Уже деревья повалены на машины. Там вообще что творится. Обязательно сегодня с вами пойдем на улицу посмотрим. Фонарик этот поломал. А, да. Смотрите, что наклонился. И какую-то белую бутылку еще принес. Там что-то белое лежит. Вот это да. Вот это Витрюган. А завтра 8. Стоп. Сегодня 8 градусов. А, и еще знаете что? И еще школьникам даже сегодня занятия отменили в связи, что со штормовым предупреждением. Прикиньте. Ну что, штормовое предупреждение объявлено. Ветер действительно очень сильный. И говорят, что там у нас на центральной площади елку повредило. Ну, не елку самую главную, а вот это вот маленькие фигурки. Папа, это. Улетели. А так на улице тепло. Ну, вообще, не знаю, плюс 8 градусов. Очень. Ой, солнце. Друзья, спросите вы, куда же мы едем? Мы сейчас с вами едем смотреть таунхаус в поселке Кумачево. На улице такая сейчас погода, прям весенняя луна такая большая. Вообще супер. Супер телескоп не взяли. Жаль, телескоп не взяли, точно. Так, друзья, ну вот мы подъехали в поселке Кумачево. Посмотрим с вами вот такие вот таунхаусы. Они разного цвета. Тут желто-зеленый, яркие такие. Ух. Ух, и сегодня, правда, ветер не очень. Вот тут так вокруг это все выглядит. Ну, дороги наши, естественно, вот как дороги. Сейчас мы идем за человеком, который нам показывает. Пока тут все еще строится. Ну, я думаю, что, конечно, они сделают уже, придут в внешний вид нормальный. Ага. Так, это первый этаж. Второй этаж вот такая вот. Это кухня гостина. Это кухня-гостиная, да? Здесь 30 квадратных метров. Ага. И она с выходом. Ага. И она с выходом. Здесь любой, дороги, даже изолированные комнаты. Ага. И она с выходом, вот на твой участок, да? Это все огорожено твой участок, получается. Да, это 5 соток земли, да. Они в собственности. Дом-земля-мель. Ага. Вот ни доли, ничего. Так, и вот. 180 тысяч. Здесь, смотрите, есть коммуникации сразу. Давайте подняемся. То есть, смотрите, здесь. Сейчас, Виталия слушает. Так, такая лестница на второй этаж. Он двухэтажный. И на втором этаже у нас три комнаты. Собственно говоря, неплохо. Так, друзья, а еще вот, когда ты выходишь на террасу, да? То есть, террасу ты облагородишь, нас вот съемки ведутся вовсю. И ты можешь, у тебя свой здесь котельная уже построенная. То есть, у тебя здесь и погреб еще есть. То есть, он из пластика вот такого. А, вот котельная и погреб. Вот, получается, под газом нам под... Вот, сейчас нам покажут, в каком виде застройщик отдает дому. Эти дома уже куплены. О, как симпатично. А, они, слушаешь, себе сделали, смотрю, как это там. Конечно, они забор, видеокамера, они все, освещение себе поставили. Слушай, а мне плохо. Пойдем поснимем, как будет просто, чтобы он представлял себе. А здесь уже люди живут, да? Да, да, да. Ну, они и так живут, они вдвоем, они в возрасте уже. Ага. Так, друзья, начинает уже темнеть, но я думаю, что мы успеем. Мы хотим еще посмотреть один таунхаус. Он находится в поселке Калиновка. И, ну, тоже, смотрите, все у людей светится, до сих пор Новый год, очень мило. Эти продержатся до мая, елку не будут выбрасывать. Да, да, да. Мы уже как-то подъезжаем сейчас к этому таунхаусу. Он 150 квадратов большой, участок 5 соток земли. Вот Озон тоже есть. Ну, да, пункт Кудачи Озон есть, да. То есть, довольно-таки большой поселок это Калиновка. Мы доехали по хорошей дороге. Ну, и сейчас едем по хорошей дороге. А, это еще не Калиновка. Вот, получается, построен и на четыре хозяина. Наверное, вот с той стороны роли ставлю. Ага, давай. Как бы нам пройти. А вы куда? С другой стороны, там, с другой стороны, как продают, типа, или что? Да, него, наверное, он же говорил, там писал роли ставлю. А мы не можем здесь пройти, вот? Я не знаю, пойдем посмотрим. Просто хотя бы посмотреть, вот. Да, жалко, как быстро темнеет. Ну, здесь люди везде живут. Я смотрю, что такие заборчики все ставят. Электричество смотрю. А? Чуть-чуть огня. Гудит, вон. Да вот, смотрите, какая-то, я не знаю, то ли завод, то ли что-то, или что-то похожее. Здесь что-то гудит, да, похоже какой-то. Не, ну, как бы гудит не так громко, но как-то выглядит не особо. Да, ну, типа, наверное, такое место. Как-то. Пройдем аккуратненько посмотрим. Понакрывали они земельку. Ну, он очень, конечно, тоже большой, симпатичный. Вот выглядит еще. Одни окна ламинировали. Да, вот, рульставни, вот эта вот часть продается с балкончиком. Выглядит нормально, но, конечно, вот тут еще тоже, видите, все, стройка, стройка. Что-то похолодало. Сначала думала, ветер такой, прям, холодненький. Ну, там машиной можно было выездить. Открыт ли тебе? Нет, нет, закрыт. Можно открыть. Ага. Ну, вот то, наверное, будящий, это что-то завод какой-то, наверное. Наверное, где вентиляция. Всегда будет у тебя гудит. Нет, там обшито, а здесь просто. Ага. Ну, далековато, честно говоря, еще. Мне не понравилось, что очень далеко от дороги. Едешь, петляешь по поселку, и вот та вот вентиляция очень сильно гудит. От нее такой гул стоит. Сумасшедший просто. Ну, и тут строят, он, видите, все кидает, бросает. Я за пазера так гудит. Ничего себе она гудит. Наверное, думаю, и отказались люди покупать. Я не могу. Наверное, и отказались люди покупать из-за того, что вот гудящая эта штука, она, конечно, вообще не дает покоя. Друзья, у нас еще до сих пор новогодняя елка стоит. До сих пор еще все украшено. Ну, конечно же, в ближайшие дни нужно будет все это разобрать. Так не хочется. Ну, в общем, новогодние праздники пролетели очень-очень быстро. И ты даже уже как не заметил, как сейчас уже середина января. Скоро уже весна. Ну, а я, друзья, наверное, буду заканчивать этот влог. Огромное спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Вообще большое-большое-большое спасибо, что вы у нас есть. И увидимся в следующем влоге. Давайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok